Вести уголовную ответственность для хозяина, если принадлежащее ему животное убивает или калечит другое животное. Это предлагает общество ветеринарных врачей. Агрессивные собаки нередко нападают на своих сородичей. О последнем таком случае, когда две собаки загрызли третью, мы сообщали в начале января. Евгения Копылова подробнее о предложении ветеринаров. 28 августа 2020 года. Две хаски насмерть загрызли длинношерстного тойтерьера. 7 сентября того же года, предположительно, те же хаски убили еще двух собак. 7 января две большие собаки в Дарстемсе растерзали песика Гуччи. И это только те случаи, о которых сообщали мы. Собаки, которые бродят, они могут быть милейшие существа дома. Но когда они на природе, когда они на улице, они зачастую загрызают и котов, и других собак. И таких случаев очень много. И, к сожалению, многие владельцы считают, что их животное имеет право на самовыгул, имеет право на свободу. Представители общества ветеринарных врачей обратились с заявлением в Министерство юстиции с просьбой назначить уголовную ответственность за халатное содержание животных, если это привело к серьезным травмам другого животного или к его смерти. Сейчас лишь административная ответственность уголовная, если вред причинен людям. К примеру, хозяйка двух хаски-убийц после долгого расследования получила штраф – 1000 евро за первое убийство. Одна из собак признана опасной и носит красный ошейник. При повторном нарушении ее усыпят. Об опасных животных сегодня говорили и в Рижской думе. Трагедия в Дарстемсе выявила проблему. Прибывшие на место полицейские ждали службу по отлову собак, пока от агрессивных псов отбивались прохожие. И помогли слабо. Почему так? Конечно, полиция реагирует на такие вызовы, но никаких инструментов для усыпления у нас нет. Мы можем позвать отлов собак, но есть ситуации, которые нужно решать сразу. Нужно привлекать хозяина, он быстрее всего справится со своими животными. Крайнее решение, которое прописано в законе полиции – это применение оружия. Мы договорились сегодня еще раз встретиться по этому вопросу, позвать… У нас еще есть другой… Это сегодня был комитет по безопасности, у нас еще есть комитет по среде и жилище, да, Майкл, он видит с департамент, которые, в принципе, отвечают тоже за животных. Они отвечают и за парки леса в Риге, где животные гуляют, где с собаками гуляют. Поэтому мы решили еще вместе с этим комитетом тоже провести совместное заседание. В случае нападения в Дарстиемся хозяйка убитой собаки не стала писать заявление на своих соседей, но полиция передала дело продовольственной ветеринарной службе и уже начато два административных дела, так как у двух нападавших собак разные хозяева. Евгения Копылова, Айвар Сэрдманис, Русаласем.